Третий день, не хочется работать. Что бы это значило? Наверное, сегодня среда. Ждёте важного звонка и никак не можете дождаться? Положите сонтовый в самый дальний карман, идите в ванную и намыльте руки. Офигеть! В аптеке разговаривают две протовщицы. Молодая говорит, бабульки сегодня что-то много берут в сердечных капель. Наверное, магнитные бури, которые по-опытнее говорят, да нет, счета за квартиру получили. Пришелец, ты не поверишь, я нашёл новый способ распухотеть. Очень хорошо, но у меня ты уже занимал. Вовочка случайно победил на неофициальном конкурсе на лучшую надпись на грязной машине. В результате которого машина будет помыта. И когда Вовочка написал на капоте трёх машин, менты, козлы, водители стали мыть машины, даже не выезжая со двора. Что, серьёзно? Всё, собязал. Даю слово мужика. С 29 по 31 февраля даже ни капли. Кто такой Менделеев? Это тот, который водку придумал. Ну а вообще он кто? Красавчик. А кто это здесь? В тюрьме разговаривает твой заключённых. Один спрашивает, и что же тебя привело сюда? Так как спиртному, другой говорит. Нет, конечно. Если что там, я знал, что здесь нет бара. Ну, логично. О всём прикол. Олимптико. Шестилетний Вовочка говорит папе в антикульном магазине. Папа, я хочу работать у тебя в продавцовом магазине. Папа говорит, но ты же маленький. Даже до прилавка не оттянешься. Вовочка говорит, ничего. Я буду продавать из-под прилавка. Жена теперь со мной так ухаживает, что даже сама снимает с меня сапоги. Это когда ты приходишь из клуба? Нет, когда я собираюсь в клуб. Полезный совет. Прежде чем выкинуть кучу коробок после ремонта или после покупок, обязательно хорошенько проверьте, нет ли там вашего кота. Да ну, хотя возможно. Нучатый племянник, природная бабка, черес и джерша, слояченица, кум и кума, крестница золовки и многие-многие другие. Названия родственников вы узнаете, если у вас есть квартира в Москве или в Питере. Олимптико. У Лады Гранта есть только один плюс. На клемме аккумулятора. Выпусти. Ещё есть на аптечке. Из передачи «Битва экстрасенсов» из древнейших времён 29 февраля считалось магическим днём. Интересно, а вы не знаете, что 29 февраля появилось только в Григорьевском календаре? В шестнадцатом веке? Офигеть! Олимптико. Вовочка спрашивает у дедушки А дедушка, ты знаешь растения? Дедушка говорит Да, Вовочка Вовочка спрашивает А что за растение, крапива? Дедушка говорит Ну, крапива, это лекарственное растение При наружном применении успокаивает Улучшает обучаемость, усидчивость Просто удивительно Как ты можешь целый день спать на работе? Или спрашивайте, коллега Эта чертовая машина так стучит Кофе по стель себе могу подать Но придется встать Удеться, сварить, принести и выпить Дочка спрашивает у матери Мама, а почему вот на торжественной линейке Все девочки Огромными бантами В коротких, дерзких мини-юбках С белыми вольфами А я одна А я одна в коричневом строком костюме Ниже колен И с этим пучком на голове Мама говорит Матрёна, ты же директор школы А ты наш пакат можешь здесь? Запросто Разматывай Олимптика У нас сотрудница попросила Посмотреть в интернете Написи на кольцах Петрух забил в интернете Слово Написи на кольцах И На одном из сайтов Нашел Такое слово Этот чатер был окульцован В 2016 году Подписываемся Кликаем на колокольчик Субтитры создавал DimaTorzok